Вы хоть что-то сделали здесь? За Кустанай побажали? Давай за Кустанай! Ты что сделал здесь, Кустанай, за зиму? Э! Ты что сделал за зиму? Что ты здесь сделал на этой трассе? Сколько здесь аварий было из-за гололёда? Ты кому это рассказываешь, стоишь, а? Я сам здесь трассу улетал два раза за зиму из-за гололёда, понимаешь? Потому что не посыпайте, вы ничего не делаете с трассой. Техника не чистит. Когда цветут в шоке, когда лёти погибут, ты начинаешь действительную выпускать только. Где твоя совесть, слышь, ты? Стоишь за Кустанай, говоришь? Мы с ним не делали, 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 мы с ним не делали. Всем привет! В Казахстане поднимаются дальнобойщики, они против взимания платы за проезд по дорогам Казахстана. Сообщается, что протест начался в Нур-Шултане якобы. Там водители выразили недовольство в знак протеста. Они перекрыли даже движение на выезде из Нур-Шултана. Насколько это правда, это под вопросом, но так или иначе. Стоимость проезда по уплатным дорогам только на территории Западно-Казахстанской области будет взиматься, исходя из тарифа, от 10 до 26 тенге с 1 июня по таким дорогам участков, как Самара-Уральск, Уральск-Октюбинск и Саратов-Уральск. Эти участки дороги, в общем, 2-й и 3-й технической категории, и оплачивать будут только грузовые автомобили. В общем, пояснили КАЦАВТОЖОЛИ. И вот, согласно налоговому кодексу, деньги, ход оплаты дорог расходуются только на содержание этих якобы дорог. 25 тенге за километр, то есть, я так посчитал, Сталдокургана на Алмату, 6250 получается, обратно также 6250, это получается 12500, 12500 мы должны заплатить в казну государства. Ну, за что? За что? Вот корень в чем. За что мы должны им платить? За то, что у нас такие беспонтовые дороги. Также сообщается, что в текущем году планируется внедрение взимания платы на около 6000 км автодорог республиканского значения. За то, что у нас вот такие стоянки, вот эта стоянка, это просто гравийка. В течение дня, когда там 10-20 машин сюда заходят, здесь такая пылюга собирается. Ну, и также информация по легковым автомобилям, согласно действующему законодательству, легковой транспорт оплачивает только за автодороги первой технической категории. В общем, безобразие, вообще, конечно, куда смотрит генеральная прокуратура, наше правительство, ведь эти дороги были сделаны из наших налогов, и теперь мы должны теперь оплачивать в какое-то АО, акционерное общество, это получается двойная оплата. И как быть вообще дальнобойщиком, которые, ну, просто возмущаются и даже готовы выходить на акции протеста. И это не только в Нурсултане, сейчас поднимаются дальнобойщики и в других регионах Казахстана. Потому что эти деньги, да, эти деньги не уходят в казну государства, и на эти деньги не строятся дороги. С издерево-издерево, я прекрасно блеск, по каким дорогам мы ездим. Самые беспонтовые дороги это у нас в Казахстане, ребята. Казахстан, весь мы, Казахстан, все мы работники, да, вот я уже здесь 4 дня лежу, да, все мы кормим, всего одну семейку в Казахстане, всего одну семью мы кормим. Под эту семью прогнулся весь Казахстан. Если Беремсбергесе стоят в стасах, если мы все выедем, да, и скажем, нет, мы не будем платить за... Они никуда не денутся. Мы свое докажем. Ребята, объединяемся. Только объединившись мы можем добиться перемен в лучшую сторону. Что думаете по этому поводу? Оставляйте свои комментарии под видео, будет интересно подискутировать на данную тему. Ну а кому, конечно, ролик понравился, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok